По поручению главы города на время проведения новогодних и рождественских мероприятий все службы и ведомства переходят в усиленный режим работы. Охранять общественный порядок в местах массового скопления людей будут более 500 человек. Это сотрудники полиции, казачьи и добровольные народные дружины, а также частные охранные предприятия. Особое внимание социальным объектам. Запланировано круглосуточное дежурство руководящего состава, усиление следственной оперативной группы, группы немедленно реагирования. Как уже было отмечено, предварительно получена информация о том, что все мероприятия пройдут в 149 местах. В целях повышения эффективности досмотровых мероприятий и своевременного изъятия из незаконного оборотка холодного и нового оружия нарядами полиции в местах проведения публичных мероприятий будут использованы 22 металлодетектора. Продолжается комплексная проверка торговли пиротехническими средствами. К незаконным торговцам принимаются меры. Также заместитель главы Олег Костенко попросил полицейских усилить работу по пресечению продажи контрафактного алкоголя. Противопожарная безопасность объектов на контроле у Анапской пожарной службы. Со всеми ответственными лицами и руководителями проведены инструктажи. Кроме того, проведена масштабная проверка всех систем объектов ЖКХ. Аварийные ремонтные бригады также дежурят круглосуточно. В полном объеме проведены мероприятия антитеррористической направленности. Смонтированы и изведены в эксплуатацию локальные системы оповещений. Комплектованы и готовы к применению аварийно-восстановительные ремонтные бригады, аварийно-спасательные формирования. В полном объеме мероприятия по инженерно-технической защите объектов ЖКХ. Начальник отдела по транспорту Юрий Кудрявцев доложил, что проведен мониторинг пассажирских транспортных предприятий. Приняты меры антитеррористической защиты. Сотрудники отдела будут контролировать своевременный выход общественного транспорта на маршруты в праздничные дни. Замглавы Олег Костенко еще раз подчеркнул высокую значимость рассмотренных вопросов. Ведь самое главное, чтобы праздники прошли без происшествий.